Привет! Сегодня поговорим о покупках Магнит Косметик. И я решила создавать, раз у нас уже декабрь, такое предновогоднее всех настроение. Вам красивую такую инсталляцию каждое видео. Надеюсь, вам понравится. Итак, давайте о покупках. Первое, с чего я хочу начать, это будет вот такой вот дуэт от Прелесть. Эх новинка услышала у многих девочек. Хорошие отзывы, но единственное, по-моему, на розовую линейку в основном. Я же решила взять вот такой вот, типа, бессульфатный шампунь. Ну, это мы еще с вами проверим. И кондиционер. И это серия, которая борется с ломкостью волос, восстанавливает волосы изнутри, а нуждающийся волос в интенсивном уходе. Предлагаю сразу посмотреть, бессульфатный ли это шампунь. Ну, тут производная от SLS. Вот, он, конечно, стоит не в начале и не SLS, но такой, знаете, рядышком. Объем 380 миллилитров. Ну, коротко могу сказать, что мне не понравился ни шампунь отдельно, ни дуэт. Я сначала купила шампунь. Потом, когда мне не очень эффект зашел, скажем так, я его вообще не увидела. Я решила докупить потом еще бальзам для волос восстанавливающий. Думала, может быть, в дуэте они будут работать лучше. Но нет, плохо промываются волосы. После кондиционера волосы становятся каким-то жестким и нет ощущения гладкости. То есть, они у меня и так пористые. С этим дуэтом они еще больше пушатся. Стоят ли они, по-моему, там по 119 рублей? В итоге я не советую вот эту вот желтую серию, розовая. Ну, вроде бы как все о ней хорошо отзываются. Еще одна отвратительная новинка, которая стоила, ну, до 100 рублей. Одна минута, омега-3. Это серия Эксперт, у чистой линии какая-то появилась. Из масла конопли, бальзам-сыворотка, интенсивное питание. 200 мл объем. Волосы делает мочалой, очень пушистыми, очень грубыми. В общем, лучше без него, нежели с ним. Не знаю пока, что я с ним буду делать. Может быть, дам кому-нибудь протестировать. Может быть, кому-то больше подойдет. Ну, для пористых волос я поняла, что однозначно нет. И мне здесь еще аромат не понравился. Я держала и 1 минуту, и 3 минуты, и 7 минут. Эффект 1 и тот же, только делает хуже. Для дочки покупала 120 на рубли. Тоже по желтому ценнику был. Троль детский шампунь для легкого расчесывания волос. Без парабенов и красителей, без слез 2+. В составе на третьем месте СЛС уже есть. Ну, аромату понравился. Пахнет такими ягодками, малинками. Да, легкое расчесывание есть. Мылится хорошо, смывается хорошо. Ну, вот, если вы обращаете на состав внимание, то имейте в виду, он здесь не очень-то и хорош. Очень хорошая скидка была на умывалку такую вот. Это корейская. За 239, по-моему, рублей я ее взяла. Для умывания с бурым рисом. Вообще, я видела их где-то в среднем по 500-600. Они у нас продавались. Кстати, вот сразу состав можете почитать. Бренд, как я понимаю, Велкос. Объем 120 грамм. Мне вообще, в принципе, умывалочки корейские нравятся, потому что они такие, знаете, очищают до скрипа. Это я еще не пробовала. Она здесь зафольгирована. Обязательно открою уже. Начну пользоваться. И, естественно, как обычно, при крепленном сообщении вам напишу, как она мне зашла или нет. Предполагаю, также умываться либо с утра, либо вечером, как завершающим этапом, после снятия макияжа. Давайте чуть-чуть по наборчикам пройдемся. В общем, первый набор, который я взяла. А, кстати, наборов подарочных появилось очень много. И еще меня один, знаете, привлек. Вот Herbal Essence набор, шампунь и бальзам. И выходит он 359 рублей с органой и еще какой-то. Выгодное предложение, хорошее. Вот я пока на него посматриваю. Только, ну, может быть, возьму в ближайшее время. Здесь я взяла крем для рук, получается. И пилочка для ногтей от бархатных ручек. Мне нравится вот с мини аромат именно крема для рук. Поначалу взяла себе. Стоит 99 рублей, по-моему, такой набор. Но потом подумала, что, может быть, кому-то задарить. Потому что, в принципе, я этим кремом уже пользовалась. Да, он хороший. Ну, я такая люблю новеньким пользоваться. Поэтому вот пока он у меня лежит, я его еще не открывала. И, скорее всего, не буду открывать. Хотя, конечно, интересно. Написано, что пилочка для деликатной корректировки. Упаковочка такая приятная, хорошая, как презентик. Самое то. Еще один набор, который стоил 120 рублей или 119 рублей. Аура. И здесь входит состав крем-гей для душа и крем для рук. Не пробовала ни то, ни то. И что мне сам больше вообще, в принципе, заинтересовало, это, конечно же, гей для душа с кокосом. Обожаю кокос, миндаль. Здесь, конечно, я открою, потому что точно оставлю его себе. Ну, так, смотрите, это все выглядит внутри. Конечно же, меня интересует больше всего аромат. Написано, кокос и миндаль. Вообще, сочетание то, что я люблю в ароматах косметических. Опять, ноль парабенов, СЛС и минерального масла. Витаминный комплекс. Интересную линейку они сделали здесь. Приятно познакомиться. Ну, типа, вы начинаете, да, использовать. Потом, жизнь прекрасна, если у вас на этой отметке. Далее, бутылочка использована наполовину. Там, типа, я нравлюсь тебе. Ну, и настало время для покупки, да, новой, может быть, баночки. Вообще, интересная задумка. Никогда такого не видела. 250 миллилитров. Ну, в общем, как обычно, разочаровалась я в аромате. Нет ни кокоса, ни миндаля аромата. Но, очень приятный, такой свежий. Ладно, попробую. И крем для рук восстанавливающий. И это уже масло ши. Посмотрим сейчас. Нет, он у нас не зафольгирован, поэтому давайте пробовать. Обожаю кремы для рук питательные. Надеюсь, он будет таким же. И, конечно же, мне интересен аромат. Аромат немножечко, как бабушкина косметика, если честно. Он концентрированный. Есть вероятность того, что я отдам это маме. Но это еще не точно. Так, вроде бы, как он неплохо наносится. Но он больше увлажняющий, нежели питательный. Но приятно. Быстро, кстати, впитался. Может быть, для работы с документами, вот кто в офисах, подойдет. Нового, что появилось еще и по желтым ценникам 49 рублей стоит, такие масочки. Там есть и скрабы, и гамажи. В общем, я взяла себе, получается, маску мгновенно очищающую. Одно, вторую, мгновенное омоложение. А здесь я уже одну использовала, естественно, очищающую. Таблетка красоты. Я не знаю, как называется. Это бренд. Состав. Вот он внизу. 8 мл объем. Здесь, на самом деле, все очень гениально и просто. Достаете вот такую таблеточку. Открываете и наносите. В принципе, на все лицо вот средним слоем получается и хватает. Единственное, я особо от нее не заметила какого-то результата. Может быть, если регулярно ее использовать, то да. В целом, она приятная по ощущениям. Такого классного, да, как вы видели, вот такого же бирюзового примерно оттенка. Глубоко очищает кожу. Ну, не глубоко, но чуть-чуть очищения было. Придает коже свежий сияющий вид. Ну, свежий, да. Да, улучшает цвет лица. В принципе, любую маску сделайте. Более-менее такую нормальную, да, вы это увидите. Ну, и кислородные различные комплексы. Аргинины, ахокислоты. Мне понравилось по ощущениям. Ну, и немножко был, да, виден эффект. Вот это вот еще мгновенное омоложение не пробовала. Да, все впереди. Давайте немножечко я покажу таких новогодних различных покупочек. И потом кончим косметикой, как обычно. Такая игрушка прикольная. Ну, я тоже ее хочу использовать как для декораций вам новогодних. Такая вот елочка, просто ее ставить. Стоила она 29 рублей. И она на самом деле выполнена из какого-то такого, как бархата. Раньше я решила вспомнить детство. И тоже небольшая цена, по-моему, 49 рублей стоят вот такие вот игрушечки на елку. Что-то мне захотелось необычного. И решила взять такие конфетки. Помню, раньше в моем детстве елка была наряжена игрушками в виде различных фигур. Это были там и сосульки, и конфетки, и домики, и Дед Мороз, и снеговики. Кто, кстати, это помнит, напишите, какие вам нравились, да, вот игрушки. Помню, ангелочки тоже были. Сейчас я хочу открыть и вам тоже показать. Там есть разных оттенков, очень легенькие, но смотрятся очень классно. Может быть, тоже как для декора где-то буду вам класс для разнообразия. Но также хочу повесить на елочку. По-моему, стоила 79 рублей. Вот такая ветка. Она довольно большая. Мне в кадр не вмещается. 58 сантиметров. Давайте вот так вам сделаю, вы посмотрите. Ну, опять-таки, да, это для декорации, для съемки видео или фоточек в Инстаграм. В общем, есть в золотом цвете, но я решила взять серебро. Вот с этой стороны. И вот так это все выглядит. Мне кажется, будет смотреться просто замечательно. За 69 рублей вот такие вот рожки оленей. Это я племяннику взяла. Так или иначе, если даже праздники отменят, да, им елки будут належаться дома. Потом дочке взяла вот такую вот, ну, тоже в пределах 70 рублей. Не помню, как называется, напишите, если вспомните, она хочет быть снегурочкой. Кокочник, наверное, да, так называется? Нет, не помню, девчонки, пишите обязательно. Вроде как сделано неплохо, выбирала самый непонятный. И сыну решила взять вот такой галстук. Также есть разных расцветок с разными надписями. Здесь у меня с Новым годом написано. Зеленый, тоже в районе, я думаю, 50 рублей это все это стоило. Мы периодически, кстати, бывает, вот наряжаемся на Новый год какими-то такими элементами, просто новогодними. И на фотках прикольно получается, ну, и создается дополнительное праздничное настроение. И последнее, переходим к косметике. Бурлящий шар взяла. По скидкам они сейчас идут к кафе Мими. У меня дочка любит в таких купаться. Классный аромат вот этот. Масло кака, экстракт кофеина. Состав. И пахнет цветочками. Естественно, я не удержалась и купила несколько позиций из новой коллекции Вен Сабо. Называется Ля Фортун. Ну, уже очень мне понравился дизайн. И палетка, и скульптор мне у них нравились предыдущие. Маринье, по-моему, так называлась, по-моему, коллекция морская. Причем на них была скидка 299 рублей. Не знаю уж в честь чего. Вроде бы как новая коллекция. Конечно, мы сейчас все с вами откроем и все посвочим. Я вообще ничего не открывала, ждала вас. Палетка сама по себе маленькая. Это 0,1 оттенок. Других я, кстати, и не видела. Может, к нам не завезли. 7 грамм. Вот так оно закрыто. Не видно, какой цвет посередине. Я его и так, и сяк. Все равно не увидела. Думаю, ладно, возьму, будет сюрпризом. Ну, и, в общем, получается, что здесь довольно, кстати, красивый такой оттенок. Мне понравились вообще все представленные цвета. Поэтому взяла особенно вот этот матовый. Мне заинтересовался в складочку. Думаю, вообще будет круто положить. В общем, ладно, давайте меньше говорить. И начнем сводчать. Здесь первый какой-то такой темно-зеленый с серым потоном. Красивый. Потом золотой. Свет шампанского. Приятно набираются. Мягенькие. Ну, разные по текстуре практически все. Зеленый меня этот привлек. Надеюсь, он реально будет хорошо переноситься. Ну, прям очень красивый цвет. Смотрите, какой перелив. Дальше давайте наберем этот золотой. Вот так это все выглядит. Давайте посмотрим, как это перенесется. Так, это матовый зеленый. Красивый цвет шампанского. Ну, неплохо растягивается. Зеленый, не подкачай. Ну, неплохо. Неплохо. Да, хорошо. Мне нравится. Тоненько. Смотрите, какой перелив красивый. Я что, в последнее время очень полюбила зеленые оттенки. Ну, и, конечно, золотое здесь прям в тему. Красивое сочетание. Видите, он все равно как будто бы как в дуахроме. Да, и отливает еще плюс каким-то таким коричневым. Посередине такой интересный какой-то серый оттенок. Но он тоже с отливом. Синий вроде бы как сатиновый вот этот. Ну, как-то он не сильно пигментирован. Ну, ладно. Сейчас будет все видно на свотче. Надоедите его наслоить. Хотя цвету красивый, яркий. Розовое золото. Матовый, который мне очень понравился. В принципе, грамота подобраны. Все оттенки здесь. Ну, и последний вроде бы как черный. Но сейчас на свотче будет виднее. Черный или темно-коричневый. Или просто серый. Ну, черный такой. Не сильно пигментированный. Нормальный. Потом тут посерединке, который серый. Неплохо. Синий. Синий, да. Видите, даже принаслаивать его нужно. Ну, и на какую-то, наверное, подложку более липкую. Тогда он красиво раскроется. Розовое золото. Немножко даже такой в персиковый уходящий. Ну, и в матовый, конечно. Вот. Я так и думала, что это будет очень красивый цвет. В общем, мне палетка понравилась. За 300 рублей вот норм ее взять. И я думаю, что это прямо в преддверии Нового Года самое то. Ну, я, конечно, без ума от вот этой вот раскладки. Золото с зеленым вообще вечное классик. Пишите, кстати, как вам палетка. Тем более, если у вас тоже есть эта коллекция. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Может, вы уже пробовали и использовали. И знаете, как она будет в нанесении. Контуринг палет 0.1. Это, получается, палетка для скульптурирования лица. Ну, понятно, скульптор и хайлайтер. Здесь 8 грамм. Так, скульптор. Мне нравится, что он не сильно серый. Хороший. Шелковистый. Классный. Будет легко растушевываться. И хайлайтер. Главное, чтобы он сильно не подчеркивает текстуру кожи. Давайте я, наверное, сюда нанесу. Вот, скульптор, хайлайтер. Хайлайтер нежный. Смотрите, какой классный теном бронзера. Ой, скульптора. Вообще супер. Мне очень нравится. И растушевывается он так легко. Сразу нанесся хорошо. Пока я в восторге. В общем, я не жалею. 300 рублей. Самое то для коллекции Тиен Сабо. Дороже я бы уже, наверное, не купила. Обязательно делитесь, конечно же, вашим впечатлением об этой новой коллекции. Может быть, у вас есть еще подводка или тушь. По-моему, там еще помады есть матовые. Я их уже не стала брать. Ну и последнее, наверное, что вы видели, да, на протяжении видео вот у меня на ноготочках. Это лак я прикупила. Опять от того же бренда. Гель эффект написано. Тинт Love Me. У меня уже три, по-моему, таких лака. И мне очень нравится их качество. Хотя они стоят 49 рублей. Здесь у меня тон 13. Нанесен в два слоя. И сверху, естественно, я сюда покрываю сушкой. Потому что еще плюс лучше покрыть бесветным лаком. Потому что немножко он тускнеет. То есть не так красиво сверкают блесточки внутри. Ну, в общем, мне очень понравилось. Здесь он основа синяя. Пигментированная. Хорошо ложится. Быстро высыхает. И стойкий. Ну, по крайней мере, предыдущий. Этот у меня уже второй день держится. Нравятся мне эти лаки. Конечно, им бы побольше выбор оттенков. Ну, либо я так попадаю, что очень мало представлено. Все, которые, наверное, не понравились, я уже вот купила. На этом буду заканчивать свое видео. Спасибо, что посмотрели. Пишите свои впечатления. Пишите, какие вы покупки совершаете. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик. Не пропускайте видео. Всем желаю хорошего дня. Хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok